Здравствуйте, с Вами технический обзор от лаборатории Астроскоп и я Руслан Зоркий. Дождь и снег в любое время года надо благодарно принимать, но лучше все же знать о них заблаговременно. Сегодня поговорим о приборе, который поможет нам стать более благосклонными к капризам природы. Итак, метеостанция немецкого бренда TFA, TFA Spring. Метеостанция поставляется в традиционно красочной подарочной коробке. На титульной стороне коробки изображена сама метеостанция. На тыльной основные ее технические характеристики на шести языках. Аккуратно вскроем коробку и познакомимся с комплектом поставки метеоприбора. В комплект поставки входят базовый блок, беспроводной датчик температуры и влажности, адаптер питания от сети 220 вольт, а также руководство по настройке и эксплуатации. Также есть и руководство на украинском языке. Покрутив базовый блок, можем сказать, что корпус метеостанции выполнен в неизменных немецких традициях. Как всегда, все хорошо подогнано. Тоже можно сказать и о выносном датчике температуры и влажности. Прежде всего изучим базовый блок. Корпус блока выполнен в черном цвете с серебристой окантовкой. Сразу хочется отметить большой жидкокристаллический экран. Конструкция корпуса предусматривает возможность установки станции как на горизонтальной, так и на вертикальной поверхности. Для установки на горизонтальной поверхности служит откидная ножка в виде рамки, расположенная на тыльной стороне. Для крепления на вертикальной поверхности предусмотрены характерные прорези под шляпки саморезов или другого крепежа. Питание базового блока осуществляется посредством адаптера питания от сети 220 вольт или от трех батареек. Как гнездо для подключения сетевого адаптера, так и отсек для установки батареек расположены на тыльной стороне базового блока. Для измерения температуры и влажности вне помещения в комплекте имеется выносной датчик. Датчик работает на частоте 433 МГц. Радиус действия составляет 60 метров в прямой видимости. Питание датчика осуществляется от двух пальчиковых батареек. Отсек для их установки находится под крышкой на передней панели датчика. Красный светодиод сигнализирует о сеансе передачи данных от датчика к базовому блоку. Подадим питание на метеостанцию и познакомимся с ее функционалом. Естественно, первое, что обращает на себя внимание, это большой цветной жидкокристаллический экран. Информация на экране отображается довольно крупным шрифтом. Это позволяет видеть ее даже с большого расстояния. Вот и рассмотрим его подробнее. Экран разделен на три основных зоны – левая, средняя и правая. Каждая из этих зон разделена на подзоны. В левой части экрана отображается наружная температура и влажность, измеренные внешним датчиком. Около значения температуры расположена пиктограммка заряда батареек внешнего датчика. Уровни сигнала от датчика, единицы измерения температуры, а также стрелочкой показана тенденция ее изменения. Ниже отображается значение влажности вне помещения в процентах. Стрелкой показана тенденция ее изменения. Левее располагается информация об активированных звуковых сигналах, которые предупреждают о выходе температуры за указанные пользователем пределы. В средней части экрана отображается прогноз погоды на ближайшие 12 часов в виде красивой красочной анимации. Стрелочка в небольшом прямоугольнике показывает тенденцию изменения атмосферного давления. Ниже под прогнозом погоды расположилась зона часов и будильника. Блок справа аналогичен блоку в левой части экрана. Только здесь отображаются температура и влажность внутри помещения измеренные внутренними датчиками, встроенными в базовый блок метеоприбора. Справа от температуры расположена пиктограммка уровня заряда батареек установленных в базовом блоке. На верхнем торце базового блока расположены кнопки управления и первичной настройки метеостанции. И еще две кнопки расположены справа внизу под экраном на передней панели. Рассмотрим их назначение. Первая из кнопок на передней панели «Аларм» служит для установки времени будильника, а также для его активации и деактивации. Удержание кнопки «Аларм» переводит станцию в режим установки времени будильника. Обычное нажатие этой кнопки отображает время будильника и активирует или деактивирует сигнал будильника. Кнопка «Алертс» служит для установки пороговых значений температуры и влажности внутри и снаружи помещения, при выходе за которые станция подаст звуковой сигнал. Звуковое оповещение о выходе температуры за указанные пределы активируется или деактивируется при помощи этой же кнопки «Алертс» и кнопок со стрелками. Кнопка «Time Set» расположенная на верхнем торце корпуса служит для таких настроек, как включение синхронизации часов с эталонными часами, выбор часового пояса, выбор языка календаря, выбор режима отображения времени в двенадцати или двадцати четырех часовом формате. Ручная настройка времени, года, месяца, числа, а также выбор единиц измерения температуры, градусы шкалы Цельсия или Фаренгейта. Для установки всех этих величин применяются кнопки со стрелками, также расположенные на верхнем торце корпуса. Самая большая средняя кнопка служит для выбора яркости подсветки дисплея в случае питания станции от сетевого блока питания. Она же служит для активации кратковременной подсветки до пяти секунд в случае питания станции от батареи. Нажатие кнопки «Heat Due» покажет температуру конденсации или иначе температуру точки росы. Подводя итог, можно сказать, что станция оставила приятные впечатления. Прежде всего хочется отметить большой размер экрана. Функционал вполне стандартен, но этого достаточно для домашней метеостанции. Пожилым людям придется по душе крупный шрифт. Стильный дизайн метеоприбора сделает его хорошим дополнением к любому интерьеру, а красочная упаковка сделает станцию хорошим подарком к любому торжеству. С Вами был технический обзор от лаборатории Астроскоп. До скорой встречи в нашем магазине.